Большой привет всем зрителям! С вами Ктархон, Тетта, Таталити, Баталити, Семулярити! И сегодня у нас с вами третий акт за Германию. Нам уже накинули звание майора по древу технологий. Давайте-ка покажу, как я тут раскачал все более-менее всех пехотинцев. За исключение дотов и огнеметчика по земле, я все прокачал самое нужное. То есть это у нас и тяжелые танки, офицерские тяжелые танки, и улучшенные брониавтомобили с ракетными грузовиками, тоже улучшенными. Ну и, естественно, ПТшки. Ну или Айтишки, как они здесь называются, истребители танков. Также у меня здесь есть реактивный истребитель, улучшенный истребитель. Ну и ЗСУшки я не улучшил, но в будущем, наверное, планирую взять и эти варианты, где у нас и просто ЗСУ и улучшенные ЗСУ будут. Всем офицерам, я думаю, пора закупить тяжелые танки, потому что средние остались еще с той компании, со второго АКТА. А вот усовершенственные, тяжелые танки, это, конечно же, да, давайте. Считайте, у нас 4 отряда тяжелых танков будут почти на халяву. Это, естественно, хорошо. Ну и первая миссия это Нотингем. Волна танковая вражеская, замечательно. Единственный минус, что это волны, которые, как вы знаете, я не очень люблю, но думаю, справились. Не такая уж это и проблема. Карта называется Мечта Фермера. И, кстати, это обратная страна, ну или противоположная страна компании, где мы играли с вами за Британию и выгоняли немцев из Лондона. Ну и из всей Британии самой. А здесь, наоборот, мы, играя за немцев, должны будем противостоять британцам. Это, на самом деле, интересно. Британцы были неплохие, но мне понравилось за них играть. Они достаточно сильная страна. И против нас они выставили кучу средних Матильд. И, кроме того, артиллерийские танки. Ух. Но благо мы с вами можем использовать все, что хотим. А значит, преимущество явно на нашей стороне. Воздух у меня кроет один истребитель-бомбардировщик и три улучшенных пикировщика. Думаю, их более-менее хватит. В итоге 8000. У нас здесь основная группировка легких танков. За ними идут средние, послеофицерские. В перемешку с двумя истребителями танков. Сзади две ремонтные машины. Тут у нас четыре артиллерии. И я знаю, что можно поворачивать. Но вся проблема в том, что они разворачиваются сами. И, кто смотрел прошлые серии, это понимают. Также здесь наставил пехоту. Противотанковую. Просто стрелков. И немножко таких более-менее обученных пехотинцев. И еще пустил здесь ряд средних танков в тыл. Ну что ж, давайте начинаем биту. Посмотрим, что к чему. Очень меня, конечно, удивляет то, что часть моих танков полетела фиг знает куда. Да, но да ладно. Черчилль там оказывается. Вау. А моих танки-то уничтожают. Ну ладно, разобрались с первой волной. Не так уж много потеряли. Теперь у нас получается с другого боку, да, враги? Что ж, хорошо. Надо кого-то чинить. Да вроде как нет. Все живы и здоровы. Здесь выходит пехотинец. Набегает сейчас. Интересно, он по кому-нибудь попадет? А, ну да, конечно. Его уже просто расстреляли. Посмотрите просто как по пехотинцу попадают. Ну он, кстати, вроде как отстрелялся по танкам. Урон пошел. Вражеские танки неплохо так погибают. Мои при том живы. Давайте-ка возьмем. Аптечка еще не готова. Но немножко давайте побегаем. Я хочу, чтобы он выжил. Там единственный танк пытаются разбить. Посмотрите, сколько снарядов. На него так и третья волна. Но я думаю, пехотинец сам. Они вроде как лечатся. А что у нас с третьей волной? С другой стороны совершенно. И это куча легких танков. И несколько артиллерийских. Прекрасно. То есть это не страшно. Единственное, что выбьют арту. Это реально самый большой минус. Но арта успела отстреляться, кстати, по некоторым. Давайте посмотрим в кинематографичном режиме. Правда, есть один минус. Больше честных танков улетело. Но с другой стороны, смотри, как враг сейчас. Просто здесь с копищем салось. И борта моя попадала. Ага, ну и истребители мои тоже бы взрывались во врага. А не просто так. То, может быть, было бы что-то хорошо. Так, нас трейливают. Молодцы. Ну не, это победа. Есть офицеры. Я надеюсь, их всех еще не выделя. Ну и враг отступает. Осталось два последних танка. Последний британский танк. Просто стал белым. Резко себя ощутил французам. Как вы любите шутить. Ох ты, как его взорвали-то. Пережили все волны. Это было не особо сложно. Потеря, хотя да. То есть 34 единицы мы потеряли. Но, с другой стороны, не страшно. Но все равно еще танков более чем достаточно. И награды, а главное, будет где-то в районе 6000, если не ошибаюсь. Да-да. 6000 нам накинут. Ну и очков следуем плюс 400. Теперь у нас два задания на выбор. Но нам пройти надо всем. Здесь танки, авиация, битва насмерть. А здесь битва насмерть. Здесь авиация, танки и еще и фабрики. 10 тысяч, здесь 12. Ну давайте сначала сюда. Где нет авиации у врага, но множество артиллерии и танков. Потом уже подойдем к фабрике. Светилище у холма. То есть да, те же самые карты, на которых мы с вами до этого играли. Только выходит, мы сейчас с вами будем совершенно с другой стороны. И здесь вот именно у этого светилища мне удалось сюда неплохую оборону организовать. За британцев. Посмотрим, что британцы нам здесь делают. А нет, смотри, они справа. Серьезно. То есть, сетилище мое. А здесь множество легких танков. Тяжелых, средних, огнеметных, улучшенных айтишек немало. Арты зажигательные. Ох, зенитка, стволка, зенитка. Ствольные немало. Пехотинцев засело. Ух. Не, ну а выглядит, знаете ли, мощно. Ну что ж, давайте к улучшенных пикировщиков, которые очень эффективны против танков. Ну, нам тут так пишут. Поэтому давайте их активно поиспользуем, чтобы они вражеские танки разбомбили. Все-таки их очень много. Надо хоть что-то против них сделать. Я не знаю, имеет ли смысл очень быстрый истребитель с ракетными установками. Ну, давай поставлю парочку. Не знаю, сыграет, не сыграет. И давай парочку истребителей и бомбардировщиков. Вот, почти 4000 на небо. На земле, естественно, побольше улучшенной ствольной арты. Все же она настреливает, будь здоров. Правда, не всегда, но когда ей удается, это, конечно же, очень и очень приятно. Здесь, наверное, самая главная проблема будет с танками, которых очень много. И они будут достаточно быстро так отстреливаться. В том числе неприятно по мне отстреливаться. Поэтому давайте-ка бронеавтомобиля. Я бы надеюсь, что они свое дело сделают. Здесь бы я поставил несколько истребителей танков. Потому что здесь сразу же будут огнеметные танки, по которым отстреляются. И, наверное, один еще сюда. Потому что тут сразу же напрямик тяжи, против которых надо воевать. Конечно же, пойдут офицеры. Единственная проблема в том, что здесь зажигалки. И они... Ну, ай, по офицерам будут бомбить только в путь. Ну, давайте пехотинцев несколько поставим с АТРками. Они вроде как неплохо настреливают. Давайте-ка пущу здесь наверх несколько легких танков. Ну, то есть свою ударную группировку на вражескую. У нас примерно один к одному будет. Время выживания единственного у нас уже повыше. Естественно, надо, наверное, улучшенные средние запилить. Но опять же, надо разброс. Но я делаю сейчас разброс, а они когда поедут воевать, этого разброса тогда уже не будет. И они просто толпой будут ехать и погибать. Давайте камикадзе пехотинцев сюда еще запилим. Такие штурмовики рядом с броня автомобилями принимают на себя удар танков. Смелые ребята. Ну и давай, наверное, несколько ракетных грузовиков. Они тоже вроде как способны на что-то. Посмотрим, внесут ли они здесь хороший урон. Давай еще противотанковые здесь поставим. Хотя, когда есть танки, оно не особо большой смысл имеет. Но все же, что было. Ну и в тыл, наверное, еще несколько легких улучшенных. Чтоб такая небольшая армада залетела. А на остатки давайте поднимем теперь пехотинцев у немцев. О, да. Заменяем могилы, поднимаем мертвецов. У нас тут новая армия, ребят. Формируется. Зомби-нацисты? Погнали. Так, ну, жахнули. По-нашим неплохо. Я бы даже сказал, очень неплохо. Тут уже сразу же подбит офицерский. Ох, и с улучшенной средней тоже жесть. Все, офицерский сейчас умрет. Тут просто ничего не сделаешь. Его сразу же выбили. Очень большие потери. Хотя моя авиация еще действует. Большинство моих танков еще живет. Но офицерские тяжелые танки расстреляли, посмотрите-ка, прям за доли секунд. Ну, здесь живы несколько танков. Это не страшно. Самое страшное это вот эти вот зажигалки, которые до сих пор живы. Здоровы. И против них никто ничего не сделал. Жж вы какие молодцы-то. Давай тогда я сделаю что-нибудь. А мне есть что-нибудь интересное против них? Ничего особого-то и нету, да? А, есть. Смотри-ка, самостоятельно уничтожил зажигалку. Теперь, правда, вопрос, как попасть в пехотинцы с этой штуки. Это уже будет, наверное, очень сложно. А, ну там же еще танки есть вражеские. Давай, заряжай, заряжай, заряжай себе. Ох ты, не попал. Ну, кстати, мы вроде как выигрываем. Отлично. Куда ты убегаешь? Попади ты. Зараза. Мы все-таки выжили. Так, хорош. Передо мной враги. Есть граната? Есть граната. О, зачем гранаты, когда есть? Вот так вот. АТР уничтожил штурмальку. Ясно. Все вражеские уничтожены. Это победа. Конечно, я потерял немало. Все же зажигалка, как я говорил, достаточно большой вклад вынесла. Но мы победили. 12 115. Подождите, а почему у меня 12 115 было? У меня же ровно 12 тысяч было. Да. Странно. Ну ладно, 9 тысяч плюсом, 550. Придется потратиться на офицера. Всех выбили. Вот всех, серьезно. Всех офицеров, все тяжелые танки подрубили вообще без проблем. Как будто бы это, знаете, какая-то мелочь. Фух, пылинка, с которой разобрались. Но они начали кучковаться, о чем я и говорил. Против этого ничего не сделаешь. Оксфорд. Сложность маленькая, 10 тысяч. Погнали. Здесь уже есть авиация и есть фабрики. То есть против наших самолетов никто ничего делать особо не будет. Из земли. Единственное, что надо воздух выиграть и фабрики разгромить. У меня есть как раз бомбардировщик для фабрик и бомбардировщик для танков. Так что все нормально. Британская ферма будет сдана, но сдана с битвой и с честью. Смотрим, что у нас тут. Это у нас пикировщики и три истребителя. Ну, так себе. Единственное, что у них авиабаза с зенитками, о которых не предупреждали. Но это как всегда. Здесь танки-камикадзе, средние танки, айтишки, артиллерийские танки. И все. О, интересно. То есть тут авиабаза очень большой вклад вносит. И именно с неба надо разобраться как можно быстрее. Ну, давай парочку реактивных истребителей. Я вообще не знаю, не сыграли в той битве или не сыграли. Тактический бомбер. Пустим его на фабрику. А парочку истребителей. Даже троечку давай истребителей сделаем. Ну, и пикировщиков тоже двоечку возьмем. Хотя зачем мне простые? Есть же улучшенные. О. Пять истребителей. Ну, справятся ли мои истребители? Вот в чем вопрос. Давай еще одного. Во. Как я больше доверяю? Ну и погнала пехота. Танки-камикадзе. Их должен кто-то принять. Можем пустить для этого волну легких танков. Которых еще и бронеавтомобили будут прикрывать. Улучшенные бронеавтомобили я не ставлю. Они хороши, но хороши именно против пехоты. Тут пехоты нету, поэтому смысла я в них не вижу. Дальше пойдут офицеры. Я их опять же более-менее на передовую ставлю. Понимаю, что это рискованно. Но пускай воюют. Это их основная задача. Улучшенные ствольные. Конечно же, без них мы тоже с вами не обойдемся. Четыре. Давай еще одну сюда. Просто надо их расставить так, чтобы у них был простор для стрельбы. И они по деревьям не отстреливались. Хотя они все равно будут в деревья попадать. То, что тут у нас правильное деревья. Давайте один истребитель танков. И, наверное, еще один истребитель танков где-нибудь вот здесь отпустим. Тут, я думаю, не помешает несколько улучшенных средних. Они более-менее достаточно хороший такой урон внесут. Ну и на остатки, естественно, пехотинцы. С АТРкой здесь. С АТРкой здесь. С АТРкой еще здесь. Здесь. Ну и просто пехотинцы. Обычные ребятки тоже будут участвовать в этом бою. Вместе с танками атаковать. И давайте еще один тактический бомбардировщик. А то, я смотрю, у меня много денег. Ну и давай одного снайпера. Все. Погнали. Пошла жара. Сразу же два камикадзе минус. Все камикадзе минус. Авиация пошла. Единственная проблема в том, что зенитки никто не сбивает. Но я верю в мои танки. А также в то, что вражеская авиация уже все. Спеклась. Достаточно быстро, кстати. Вау. Красиво. Хорошо. Что за звуки? Авиация еще жива? Жива. То есть еще не все погибли. Мне интересно, где бомбардировщики мои. Они бомбят. Смотри, как хорошо бомбят. Зенитки, правда, еще живы. Через секунду самолет выпустят. Май, май. Ой, не-не-не-не. Ну сбили. За что? Зараза. А все, разобрались. Прекрасно. Получается, одиннадцатая зенитка осталась. И еще в воздухе один самолет, который подбили. Все, реактивки справились. Смотрите, какая быстрая уверенная победа. Почти все танки живы. Хотя нет, 49... 49 единиц потерял. Вау. И опять почему-то 10 115. За что мне 115 накидывают, я, честно говоря, не понимаю. То есть это халявный легкий танк, где-то поверху кидают. А я этого не замечаю. Все, награды 500 науки. Ну и здесь. Это финал. А, то есть нам два финала предлагают. Серьезно? Оба финала надо пройти, как я понимаю. Потому что до обороны идеальны, надо оба финала выиграть. То есть и в Винчестере, где битва насмерть. И в Дувре, где защита ВИПа. Но так как здесь мне дают меньше денег, то, наверное, логично сначала сходить сюда. Это как бы миссия. А потом конечный. Тут с изъездой все же. Это сам по себе финал. Хотя странно путают. Так, тут финал и тут финал. Давай начнем с этого. Вроде как обычные финалы, это там, где денег меньше дают, чем ты тратишь. Так что давайте с Винчестера. У них, во-первых, казармы, которые надо разбомбить. Ну а тут, опять же, зенитки будут мешаться. Немалоствольные арты. Реактивка. Ох. Танки пиратские, легкие и улучшенные средние. Еще очень много леса. Вот это, кстати, проблема. Но у меня 13 тысяч. То есть у меня прям преимущество огромное. Так что давай. Раз, два, три. Четыре тактических. Три. Просто улучшенных пикировщика. Дальше, три истребителя. Которых еще истребители-бомберы здесь прикрывают. Тоже давайте-ка, наверное, троечку. Ну все. Ну и давай еще парочку вот так вот обычных улучшенных. Пять тысяч просто на авиацию. Мне не жалко. Надеюсь, это не скажется как-то негативно на нашей битве. Но я верю в лучшее. Теперь арта. Одну арту сюда. Давайте сюда еще. В центр. Наверное, пять единиц. Возможно, даже шесть. Нам с вами хватит. Чтобы он так сверху отстрелялась по врагу. Теперь по танкам. Ну, естественно, это брониавтомобили, которые пойдут первой волной. Расстреливать врага. Офицеры у меня пойдут с этого бока. Я их в основном пущу как раз-таки на улучшенные средние танки врага. Здесь я лучше пущу улучшенные легкие. Их не так жалко. Пускай расстреливают. Лес наводнят. Прям немецкие танки. Здесь давайте-ка улучшенные средние. Пять единиц, я думаю, хватит. Давайте еще одного тигра. Думаю, можно несколько пехотинцев с АТРками пустить. Они в целом неплохи. Я не знаю, как Ишка им управляется. Но когда ты сам его под управление берешь, то это реально хороший такой боец. Способный. Пустим еще здесь пехотинцев. Я думаю, они способны расстрелять хоть немножко танки-камикадзе. Наверное, я пущу истребитель танков. И противотанковое ружье поставим. Да, поставим вот сюда вот. Одно противотанковое. Снайпер. 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 Несколько снайперов. И на остатки давайте улучшенные средние танки еще надыбаем себе. Сюда. Сюда. Пехотинца. И парочку обычных стрелков, которые побегут. Все. Вот. Наша армада на 13 тысяч готова. Погнали. Самое важное, чтобы сейчас мои истребители разобрались с вот этим делом. И зениткой в том числе. Но что-то как-то они не хотят, как я вижу. Что ж. Значит, придется самому делать то, что я называю красотой. Разбирать зенитки. Хотя вот вроде как сила моя растет. То есть по сравнению с вражеской. Так, вот здесь какое-то скопление. Это зенитка или... А, это была зенитка. Ее все-таки выбили. Плохо, что они не разбивают пехотинцев. То есть они вроде бы летают. Они разобрались с танками. Но база, как видите, до сих пор целая. Что, казарму уничтожили? А, нет, подбили только. Видите, из этих казарм не просто шесть пехотинцев входит. А каждые несколько секунд новые, 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 новые пехотинцы. И это немножко проблемно. С учетом того, что такими темпами база будет активно производить новую пехоту. Но, к счастью, с базой разобрались. И мои танки уже едут. Ну все. Здесь можно даже, наверное, вот так вот выйти из этого режима. Переключиться в кинематографический. И погнали. Все, мои танки уже приближаются. Ох. Вот это, видимо, тактический, но бордировщик. Только он куда сбросил, я, честно говоря, не понимаю. Тут как бы вот дом. Подождите. Мне прям интересно. Так, тихо, тихо, тихо. Я здесь танк взял под свое управление. Да, смотри, как хорошо бомбит. Свой же самолет. Вот это я понимаю. Самая лучшая идея, это, конечно же, бомбить свою. Попадай. О-о-о. Красиво, да, бомбить своих же? Вообще красиво. Ну все, сейчас победа. Тут единственный пехотинец остался где-то. Вас попали, вас попали. Но я задавил последнего противника. Рядом со мной взорвался мой же истребитель. Союз. Вот это красота. 95 потерь. Немного, половину армии лишь потеряли. Но главная победа. Нам кучу денег просто дадут. Я даже не знаю, куда ее использовать в дальнейшем. В следующих актах, что ли, переигрывать. Ну, потому что сейчас мы разобрали, что теперь есть. Проблем награда. Посмотрите, почти 10 тысяч. Пятьсот науки. Ужас. Все офицеры живы. По науке полторы тысячи. Ну и тратить ее особо-то, честно говоря, я не вижу смысла. Здесь разве что есть крупный самолет для сброса десанта на 300. Но это единственное, на что давайте потратимся. Может быть, использую. Но 450 как-то, знаете, дороговато. Ну и артиллерийский танк, давайте уже открою. Производить лягучечных мин я, честно говоря, в них не вижу особого смысла. Как бы есть. Пускай остаются. Но использовать я их не хочу. Погнали в финал. Чисто танки. Защитить ВИП. Но знаете, сейчас загрузимся, и там будут не только танки, а обязательно арта или еще пехота. Почему-то пишут чисто танки, а на деле сейчас посмотрим, что дадут. Побережье Дувра. Что как бы логично по названию самой карты. Здесь у нас, кстати, бой не за Лондон, как это было за Британию. То есть небольшие изменения все же есть. Ну и смотрим. Ну и смотрим. Да, да, здесь фабрика. Вот как. Да, у меня фабрика авиабаза. Но здесь фабрика танковая. А здесь радары Тесла. Которые как бы неплохо так всех выбивают. Куча пехотинцев еще. Легкие танки, ствольная арта. И можно спросить. А кто говорил, что здесь чисто танки? Кто мне так рьяно только что наврал? Ну давай, один транспортный самолет. Они возможно куда-нибудь к этой вот как раз базе сбросят. И это хоть как-то, но поможет. Давай троечку улучшенных истребителей. Они здесь не имеют смысла, но я надеюсь, что просто по ним отстреляются. Парочку тактических бомберов. Естественно, троечку улучшенных. Пикировщиков. Ну и два истребителя бомбера. Все, 4000 на авиацию это более чем достаточно. Дальше. Улучшенная ствольная арта. Безусловно. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и шестую вот сюда вот для красоты. Здесь надо принять легкие танки. С одной стороны можно минными полями, но зная как мои же воюют, они скорее всего сами попадут в эти минные поля, поэтому средние танки, ваш выход. Перед ними естественно пойдут легкие. Это безусловно. Также я сюда, наверное, размещу парочку офицерских танков. Рядом с ИПом как раз. Ну не знаю, здесь группировка врагов такая большая. Вот ее бы чем-нибудь прям хорошим принять. Может быть поставить несколько еще истребителей танков. Правда я боюсь, что по ним так отстреляются быстро и убьют. Но давайте поверим лучше, что мои танки выживут. И истребители хоть какой-то вклад сделают. Ибо я вперед пущу улучшенные бронеавтомобили. Да, давайте, кстати. Вот сюда вот как раз пустим несколько улучшенных бронеавтомобилей. Посмотрим, как они играются. То есть здесь как раз пехота, здесь противотанковые идут. И в целом они должны здесь решать, наверное, даже еще несколько бронеавтомобилей. Вот так вот для красоты. Пущу здесь опять же парочку офицерских танков. Давайте тогда здесь группировку из нескольких пехотинцев также оформим. Снайпера поставим. Ну и, наверное, основной костяк сделаем из легких танков. Они, да, дешевые, слабенькие, не так активно бьют. Но мы можем их произвести так много. И наставить столько, что здесь все поле в скором времени будет в наших сломанных легких танках. Я знаю. Ну и, наверное, тяжа надо. Парочку тяжей. Тигров для красоты. Ну и на сдачу у нас 200. Давайте пехотинцев. Я понимаю, что это не самая лучшая боевая единица. Но если их вот наставить вот так вот, то они в целом гранатами должны изначально неплохо так обкидать противника. А это означает, что правильно, что враг немного, но ослабнет. И хотя бы часть выстрелов потеряет на мою пехоту. Погнали. Ох, 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 какая... Тесла просто изничтожает. Мои самолеты, смотри, вообще никуда полетели. Жесть. Да, видимо, Тесла станет непреодолимым препятствием. Я понял. Надо самому врубаться в это дело. Именно поэтому нам дали много денег. Потому что Тесла убивает. Мои десантники вообще высадились. Фиг знает куда. Вы посмотрите просто на это. А куда урон-то пошел? А тут еще пехота. Жесть. Вы что, серьезно? Здесь пехота есть. Так. Интересно. А до Тесла кто-нибудь доехал? Жесть. Вы посмотрите просто как Тесла творит. Успею починиться тому, как Тесла еще раз жахнет? Или нет? Успел. Ух. Жесть. Тесла это просто нечто. Вы видели, как она выносила? Вообще без проблем. Так. Фабрику. Летим, уничтожать. Кто-то у меня там попал. Танки что ли? О-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо. Вы своим-то не отстреливайтесь. Погнали. С пехотой разбираться. Я камикадзе, мать его. Все, я уезжаю. Я уже не камикадзе. Я одумался. Моя жизнь не такая, чтобы так убиваться. Ну все, это победа. Ладно, хорошо, что я сделал основной удар именно танками, потому что авиация здесь не имеет смысла. Я все-таки забыл именно основную фишку Тесла, то, что они сбивают не только уродную ночь, но еще и сбивают авиацию. И тем самым почти вся моя авиация не имела смысла. Она немного отстрелялась по танкам изначально, но потом ее без проблем выбили. Минус 7 тысяч, но это победа. Семьсот науки. Сегодня над Британской империей наконец-то закатится солнце. Все как предсказывал фюрер. Мы покорили Европу. Теперь на очереди весь мир. Странно, что они покорили. По-моему, они отступили только что из Британии. Но да ладно. После морского льва. Блестящая победа. Ну здесь нам накинут много. Здесь я все прошел, так еще и как и спланированно все надо было тратить. Блестящая победа. Ну что ж, что за следующий акт у нас с вами? Давайте посмотрим. Я расскажу вам, как будет развиваться ситуация. Для начала зимы наши войска выйдут в Москву. Спросите, откуда я это знаю? Я сам делал это неизбежно, приказав выдать войскам летнюю форму, чтобы придать им мотивации. А ты молодец, Ромель. Ничего не скажешь. Ну и это у нас получается наступление на Москву, да? Как раз таки. Я тут и с Советским Союзом опять медведей увидим. Оржев. Можайск. Брянск. Орел. И финал в Туле. Не, все-таки не в Москве. Ух ты. И нам получается открывают теперь четвертый акт. А это значит, что у нас появляются Тигры 2. Ох ты ж. Посмотрите на нашего с вами нового красавца. И наконец-то есть реактивная арта, которую я очень долго ждал. И она наконец-таки открыта. Ну и давайте возьмем себе кассетку, которая разрывает, очень хорошо вносит. Да, она дорогая, но все же для красоты-то почему бы не взять. А так остается еще 550 науки, которую можно истратить куда угодно, я бы сказал. Но особо тратить-то и некуда. Можно улучшенную засушку разве что взять. Но я ее вряд ли даже буду использовать, потому что посмотрите просто на цену в два раза за то, что нам добавят 150 жизни и 100 брони. Но это же не стоит того. Притом зенитка 615, зенитка 615. Разницы вообще никакой. Смысл тогда у совершенственной зенитки я, честно говоря, не понимаю. Единственный плюс, что у нее 4 сразу же пушки и она урон наносит быстрее. И все. Ну и на остатке давайте себе откроем бункер. Блиндаж с пулеметными точками. Возможно, где-нибудь их поиспользуем. Ну а на этом серия подходит к концу. У нас уже 70 тысяч накопилось. Неплохие исследования. И ждет нас с вами операция, где мы будем сражаться с Советским Союзом. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всем до скорых встреч. Надеюсь, увидимся в следующих роликах.